Пока латвийцы праздновали Лига, медики усердно работали, спасая жизни тех, кто отпраздновал неудачно. За минувшие сутки с травмами и ожогами за помощью обратились почти 300 человек. 17 пострадали в авариях. Полиция продолжает дежурить на дорогах. В усиленном режиме и сегодня Сергей Герасимов тоже отправился в рейд. Шоссе Саласпилс-Бабета. 41 километр. Два ряда в каждую сторону, огражденные барьером и обочиной. Свернуть некуда. Идеальное место для проверки на алкоголь. Семь экипажей дорожной полиции перекрывают движения и проверяют всех подряд. Кто-то уже отпраздновал, а кто-то еще продолжает. Мы хорошо отпраздновались. Все трезвые за рулем пьяные там сидят, пусть там отдыхают. Отлично, здорово. Было супер. Вот дети устали, а там уже спят. Как считаете, такие рейды нужно организовывать? Я считаю, что да. И очень, в принципе, это здорово, потому что много-много людей, которые употребляют, устазятся за руль. Поэтому дико опасно. Я за детей боюсь. Это и вообще за всех. Мы ни капли не пили, но такие рейды нужно обязательно проводить. У нас и дети в машине сидят. За нашу безопасность отвечаем не только мы сами, но и от других это зависит. От тех, кто едет в других машинах. Но это нужно, чтобы люди знали, что наша полиция нас охраняет, а не только штрафует. Общую статистику праздничных дней полиция начнет обобщать позже. Но уже сейчас старший инспектор Раймонд Званый Тайс рассказывает, что на эта лига пьяных за рулем, похоже, больше, чем год назад. Вчера его экипаж работал в Витзаме. Вчера мы ездили по всяким поселкам, обращали внимание возле магазин, потому что с утра люди могли еще ехать за алкоголем и так далее. Но все было очень тихо, спокойно. У магазинов было очень мало машин, людей. Все спали еще, наверное, вчера утром. Если мы посмотрим на статистику 22-23, то это число возросло. Все-таки в этом году больше водителей, и тем более такие водители, которые выше промилле. Так что, ну, трудно сказать. Или полиция в этом году лучше поработала, или все-таки ничего не поменялось. За одни только минувшие сутки полиция задержала 17 нетрезвых водителей. В крови 10 водителей, которых полиция остановила накануне, было более полутора промилле алкоголя. Это очень пьяные люди, которые не только не способны адекватно реагировать на ситуацию на дороге, но порой они просто не могут держаться на ногах. А если еще сядут в водительское кресло, шататься начнет и вся машина. Рейды полиция сегодня продолжит до самого вечера, когда основная масса отдыхающих начнет возвращаться в город. Сергей Герасимов, Олаф Спаршевиц, Латвийская телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова